А в городском ботаническом саду на три недели раньше срока зацвело тюльпанное дерево. Необычное поведение жителя субтропика в дендрологе связывают с аномальной для этого времени температурой. Подробнее в нашем следующем материале. Своё название тюльпанное дерево лириодендрон получил за необычную лировидную форму цветка и листьев. Распустившиеся цветы источают слабый огуречный аромат и, как говорят, дают большое количество нектара. В давние времена этому дереву поклонялись индейцы Северной Америки. Наделяли магическими свойствами и использовали в качестве тотема. Говорят, что-то сверхъестественное есть в нём и сейчас. По фэншую дерево – это богатство. А именно лириодендрон тоже существует такое поверье, что если ты к нему подойдёшь, посмотришь на эти тюльпанчики, которые находятся на этом дереве, и попросишь в этого дерева немножечко прибавить денег, больше, чем у тебя есть, то обязательно твоя мечта осуществится. Вот надо на цветочки смотреть и загадывать желание. И оно у вас обязательно сбудется. В Запорожском ботаническом саду лириодендрон растёт уже 30 лет, но впервые цветёт так рано. В этом году поздние весенние морозы и начавшееся раньше времени лета сдвинули весь природный график растений. Первой зацвела магнолия, потом древовидные пионы – спирей, юка и ирис. Цветёт водная лилия нимфея и перезимовавшие на открытом грунте кактусы каманчий. Резко наступила жара, сразу в конце апреля месяца резко началось повышение температуры до 30 градусов, даже выше. И все растения, которые должны были цвести гораздо позже, ускорились и зацвели в более ранние сроки. Пока некоторые растения зацвели раньше срока или даже уже отцвели, другие только ещё собираются распуститься. Идёт сезон роз, зацветает западный каликан и опунция, а цветы дерева тюльпанов будут радовать глаз ещё в течение месяца.